Спасибо Джеку за его вступление, и мне очень понравилось, как он сказал о том, почему он здесь. Поэтому я начну тоже с этого. Electric Coin Company существует для того, чтобы предоставить людям экономическую свободу. И в поддержку данной миссии мы разрабатываем и поддерживаем справедливую и доступную каждому валюту Zcash, которая благодаря своим свойствам конфиденциальности способна защитить свободу, достоинство и безопасность людей во всем мире. Как и прежде наша полярная звезда, это стремление предоставить пользовательский опыт мирового класса для ЗЭК, и в следующие 14 минут я кратко расскажу о том, чем мы занимались последний год после предыдущей конференции, а также, на каком этапе мы находимся, что мы делаем прямо сейчас, и как вы можете помочь. Итак, после Scan 3 произошла важная вещь, началась так называемая пескоструйная атака. Некоторые люди называют ее спам-атакой. Но я не хочу ее так называть, потому что не знаю намерений и не понимаю, что именно делают эти пользователи сети. Однако сразу после Scan 3 началась действительно высокая нагрузка экранированных транзакций, добавляемых в блокчейн. И как только это начало происходить, все программное обеспечение по факту упало, чего я и ожидал. Потому что исходя из своего опыта, знаю правила, что как только что-то масштабируется в 10 раз, то там сразу все ломается. И потребуется очень многое перестроить, чтобы это исправить. Что собственно и произошло, и чем мы и занялись. Поэтому первым делом, наша команда обновила программное обеспечение полных узлов, называемое Zcash D. Там мы сделали множество оптимизаций и исправлений в некоторых местах архитектуры, которые мешали производительности. Чтобы минимизировать риски сбоев сети, которых по итогу не случилось, мы делали это поэтапно, меняя модули узлов, шаг за шагом. И в результате на текущем этапе, все централизованные биржи, майнинговые пулы, исследователи блоков и бизнес-предприятия, которые интегрируются с сетью Zcash, все они обновились до новой версии узлов. И эти узлы, сегодня способны обрабатывать более тяжелый блокчейн, в боевых условиях, десятикратные нагрузки на сеть. Но чтобы исключить риск дешевой и неэффективной эксплуатации сети, мы сконфигурировали, реализовали и отладили систему пропорциональных комиссий, которая включается при отправке множественных однотипных транзакций. Это предложение по улучшению Zcash изначально было Ади из команды Nighthawk. И чтобы определить правильную схему, пришлось проделать большую аналитическую работу. Эта схема имеет обратную совместимость, поэтому она хорошо работает и не ломает привычные вещи. Таким образом, эмпирически найденная схема сразу же снизила высокую нагрузку на сеть, и сейчас блоки имеют свое стандартное наполнение. И то, что эта нагрузка снизилась, также помогло многим вещам снова начать работать. В процессе совершенствования узлов, мы получили отчет о безопасности от компании Helbon, которая занимается вопросами безопасности. Их аудит обнаружил ошибку в старой кодовой базе биткоин, поскольку Zcash D, а также около 200 версий узлов различных альткоинов, когда-то клонировали программное обеспечение узлов биткоин, то имелась вероятность того, что все они имели тот же самый баг в коде. У нас в Electric Coin Company существует довольно хорошо отлаженная практика, когда при возникновении необходимости, мы бросаем все и диагностируем код на предмет возможных уязвимостей. До того момента, пока мы не будем уверены в том, что уязвимость не затрагивает безопасность сети, о проблеме знают буквально несколько человек. И в этот раз мы действовали так же и очень оперативно. Потребовалось сделать некоторый объем работы, чтобы убедиться в том, что проблема никому не угрожает. И вскоре мы развернули исправление, которое гарантировало невозможность использования указанной уязвимости, которая при определенных сценариях действий злоумышленников могла приводить к выходу узлов из рабочего состояния. Позже я узнал, от Хелбан, что команда Zcash — единственная из всех этих двухста монет, которая смогла оперативно и тихо исправить эту ошибку. И конечно, я был очень горд за нашу команду. В программном обеспечении всегда могут быть ошибки, и в этом смысле меня обнадеживает тот факт, что ECC имеет крутую команду инженеров. Мы также плотно сотрудничаем с инженерами Zcash Foundation, которые заняты разработкой узлов Zibra, и Тейлором Хорнби, который является независимым специалистом по безопасности. Но да, так что это происходит всегда, как будто подобные вещи происходят всегда. Всегда есть ошибки или потенциальные ошибки, и я всегда чувствую настоящее облегчение, когда думаю, хорошо, моя команда работает над этим. Тебе не нужно бодрствовать по ночам, гадая, что же будет дальше. Да, так вот, эти люди из Хелборна также сказали что-то вроде, я помню, что мы были примерно на 90 дней впереди, что другие монеты и сами исследователи Хелборна постоянно просили нас повременить и не исправлять это слишком быстро, чтобы у других людей было бы время наверстать упущенное. И мы, по сути, вели с ними переговоры и сказали им, нет, мы собираемся пойти дальше и все исправить, а этим другим людям просто придется смириться с этим. И еще кое-что, чем мы занимались, что относится к категории невидимой работы, которую выполняла ECC, это аудит зависимости и раст. Речь идет о безопасности. Компьютерная безопасность это одна из тех вещей, когда, когда все идет правильно, никто не замечает и не понимает, что ты что-то сделал. Но в настоящее время во всем компьютерном мире существует широко распространенная проблема, называемая атаками на цепочки поставок или зависимостями от цепочек поставок. И мы занимаемся тем, чем я действительно горжусь и чему очень рад, а именно проверяем все различные кодовые базы, от которых зависит Zcash и другое программное обеспечение Zcash. И мы опубликовали все результаты. У меня здесь нет ссылки, но вы можете ознакомиться с результатами этого исследования на JITOP. Что это за обратный отсчет времени? Здесь написано, что у меня есть 3 минуты и 30 секунд. Это правда? Хорошо, хорошо. Для следующих 15 слайдов очень быстро. Вот еще куча других вещей, которые мы сделали. У нас закончены и уже работают новые легкие узлы. И мы очень усердно работали над оптимизацией программного обеспечения, от которого зависит несколько кошельков, наш собственный кошелек, Zibra и некоторые другие, над тем, чтобы сделать его более эффективным. И вот это уже почти готово. Мы уже давно занимаемся тем, что находим одну последнюю ошибку и исправляем ее, а затем находим еще одну последнюю ошибку и исправляем ее. Но, насколько мне известно, ошибок больше нет. Я говорю про SDK и его библиотеки. Они должны быть готовы к использованию всеми остальными в любой момент. И еще мы создали нашу собственную бета-версию кошелька, чему я очень рад, потому что получаю возможность быть в курсе всех жалоб пользователей. Так что если ты хочешь стать одним из этих пользователей, помогающих нам находить ошибки, то подойди ко мне, и я помогу тебе найти ошибки. Я дам вам доступ к кошельку. Это очень сложно, но мне бы очень хотелось услышать ваши мысли по этому поводу, когда вы попытаетесь установить его и все такое. Хорошо, у меня есть 2 минуты и 20 секунд. Итак, чем мы сейчас занимаемся? Мысли о децентрализации и наш фокус. Мы уже много лет занимаемся множеством разных вещей и как бы распределяли свои усилия слишком тонким слоем. И мне кажется, будет лучше для всей экосистемы, для сообщества и для ECC, если мы проведем рефакторинг своих функций. В частности, есть множество функций, которые могут реализовываться за рамками нашей команды, потому что они не зависят исключительно от ECC, и их передача другим структурам не приведет к критическому сбою. И это одна из главных тем, о которой я хочу поговорить со всеми на этой конференции. Что это за функции, и как вы можете помочь. И каков может быть процесс перехода этих функций, от текущего исполнения их в формате структуры, ECC, к созданию более децентрализованной структуры. И в конечном итоге, у нас должны остаться несколько основных задач, с которыми наша команда может справляться наиболее эффективно и быстро. А именно, мы хотим сфокусироваться на 4 основных задачах, которые указаны на этом слайде. Пятая задача, и ее здесь нет, это как раз распределить все остальные задачи, которые в этот слайд не попали. Это достижение прогресса в доказательстве ставки, создание нашего собственного кошелька. Чтобы мы могли получать живое интерактивное обучение от пользователей по мере продвижения вперед. Инструменты разработчика, которые, как я уже упоминал, используются другими кошельками Zibra, и мы собираемся уделять приоритетное внимание дальнейшему улучшению этого. А также работе с политикой, проводимой в США. Теперь у меня есть 5 минут и 28 секунд. Я просто буду продолжать идти, пока не закончится обратный отсчет. Весь год после скан 3, Нейт Уилкокс, главный исследователь ECC, изучает доказательства доли и то, каким именно образом нам следовало бы перейти от текущего протокола доказательства работы Zcash к протоколу доказательства доли. Последнее, что он опубликовал, это предварительное предложение под названием «Завершающий слой» для Zcash. По сути, это представляет собой модель гибридного алгоритма между ПАУ и ПОС. И такой вариант, в качестве промежуточного шага, по крайней мере частично, если не полностью, повторяет переход эфириум, который до сих пор считается удачно реализованной схемой. Ранее Нейт, также придумал концепцию, которую назвал фонд потомства, которую позже Shilded Labs переименовали в фонд устойчивого развития Zcash, что по смыслу похоже, но не одно и то же. И этот фонд может хорошо дополнять доказательства доли. Теперь, о нашем кошельке. Моя главная цель, просто поддерживать постоянную обратную связь в режиме реального времени, чтобы мы могли учиться и совершенствоваться у живых пользователей днем и ночью. Это первое, что нужно сделать. Так вот, у меня есть бета-версия, которую ты можешь попробовать прямо сейчас. Просто подойди после. Первое усовершенствование, которое мы намерены внедрить в ближайшее время для Zashi, называется Zashi. Вот так вот это выглядит. Это наш новый кошелек. Я действительно в восторге от этого. Итак, первая вещь, которую мы собираемся развернуть, как для программных инструментов, на которые полагаются наши партнеры, так и для нашего кошелька, называется Spend Before Sync, то есть отправь до синхронизации. Потому что, абсолютно каждый пользователь Zcash знает, что синхронизация – это настоящая заноза в заднице. И теперь я очень рад сообщить, что мы так много думали над ускорением синхронизации, что в какой-то момент нашли решение получше, чем просто быстрая синхронизация. Совсем скоро вы сможете с удовольствием использовать свой кошелек, получать и отправлять деньги, не дожидаясь завершения синхронизации. А синхронизация станет чем-то побочным, о чем вам не придется много беспокоиться. Итак, четвертая вещь, которую мы делаем в нашем списке из четырех вещей, это работа над политикой США. Мы пожертвовали целым рядом международной работы по налаживанию контактов с биржами в разных странах, регулирующими органами и политиками в разных странах. Но в то же время, мы так хорошо справляемся с политикой в Америке, что сохраняем это направление. Вы еще много услышите об этом на этой сцене, но я просто отмечу, что наш регулярный подкаст, это самый, абсолютно самый важный подкаст номер один на тему криптовалютной политики. И не только о конфиденциальности, не только о Zcash или чего-то еще, но в целом он для всех, кого волнует тема регулирования криптовалюты в США, и он рассказывает о том, как прямо сейчас правительство США управляет и взаимодействует с ней. И сами представители регуляторов смотрят этот подкаст. И у нас есть постоянные встречи в Вашингтоне, которые проводит Пол Бригнер. А да. Так вот, есть еще одна вещь, о которой я действительно хотел тебе рассказать, но наш партнер умолял нас не говорить об этом, не произносить ни слова. Так что следите за новостями, но скоро нас ждет еще одна новость. Очень хорошо. У меня есть одна минута и 54 секунды. Больше всего я хочу получить удовольствие от Zcash, это общение с людьми, которые зависят от ЭК, в плане программного обеспечения, поддержки или других видов работы. И ты хочешь знать, будем ли мы продолжать это делать, или собираемся ли мы перевести его на какую-то более децентрализованную структуру. И если да, то что именно? А также люди, которые хотят помочь в создании этой децентрализованной структуры. Существует множество вещей, выходящих за рамки четырех основных областей, которые я только что перечислил. Это очень большая проблема, там по крайней мере две очень большие проблемы, но вероятно их еще больше, потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди говорят, черт возьми, разве ЭК не справляется лучше с Х? И я такой, О да, Икс. Ладно, это примерно двадцатая вещь в списке вещей, в которых люди зависят от нас. Так что если у тебя есть какие-то потребности, пожалуйста, подойди ко мне и давай поговорим об этом. А также если ты хочешь помочь людям в их нуждах, давай поговорим об этом. Но на два важных вопроса у меня есть 50 секунд. Это два самых больших набора вещей, которые AC исторически делала и которые нам нужно децентрализовать как для устойчивости с каш, так и для эффективности ECC. Первое, это вся цифровая собственность, веб-сайт, твиттер, NFT, KieferPunkZero и все, что с этим связано. Это довольно сложно, как будто я думаю про себя. Эй, веб-сайты, я уже создавал веб-сайты раньше. Ты запускаешь Nginx и редактируешь HTML-файлы или что-то в этом роде. Но в наши дни очень многое зависит от этого, и мы хотим следовать этому примеру. Хорошо, у меня есть 15 секунд. Мы хотим следовать модели фонда Эфириум, где сообщество предоставляет контент и поддерживает его на веб-сайте. И еще одна большая категория, это скэшт. Каждый человек во всем зависит от скэшт, а это очень много. Так что если ты зависишь от скэшт или хочешь помочь, давай поговорим об этом. Спасибо, что выслушал меня. Мне не терпится поговорить с тобой на конференции. Субтитры сделал DimaTorzok